В Ривненской области два подтвержденных случая ботулизма. И это только за прошлую неделю. Оба больных выжили, потому что смогли достать сыворотку в столице. Почему ее нет в области? Разбиралась Снежана Сидорук. Споживал я мясо, купленное на нашем рынке, центральном повеливании. Приготовил из него суп, холодец. Через пару часов, когда этот холодец застил, я его споживал. И уже в пятницу мне стало отбираться в очах, и начались эти симптомы. Виталий Корбюк попал в инфекционное отделение Ривненской горбольницы неделю назад, когда почувствовал, что падает зрение. Врачи заподозрили ботулизм. Лабораторию диагноз подтвердили. Пациенту вкололи антитоксическую сыворотку. Правда, времени такой не оказалось. Заказывать пришлось в столице. Ему допомогла бежа праца, где он на данный момент перебывает. И они самостоятельно, добровольно почули, что такая ситуация стала с людьми. И была замовлена сыворотка, проплачена и доставлена. В управлении здравоохранения говорят, проблема с вакциной от падулизма существует. Раньше ее получали в Минздраве. Но в апреле закончился срок годности, а новую партию пока не завезли. Поэтому пациентам приходится покупать препарат самостоятельно. По 3,5 тысячи гривен за одну дозу. На сегодняшний день мы можем эту сыворотку приобрести на территориях Украины. Вона есть, но это и приватные предприятия, в частности, за деньги, за свои деньги. Виталию повезло. Лекарства доставили вовремя, и он выжил. На случай ботулизма в области в этом году участились. На прошлой неделе диагноз подтвердился у двух пациентов. Под подозрением еще двое. В 2017 году у нас было зарегистрировано три случаи ботулизма. Они были случаи поодинокие, не связаны с одним в разных районах нашей области. Чем именно отравились люди, сейчас устанавливают специалисты. А поскольку неизвестно, когда область получит сыворотку, медики просят внимательно изучать срок годности продуктов. Снежана Сидорук, Николай Васильев, подробности, телеканал Интер, Ривне.